13 часов и 6 минут. Настало время программы, сделанной в Вятке. В ближайшие 40 минут будем говорить об истории нашего города. На очереди год с 1961-й. И отправимся мы сегодня в этот экскурс исторический вместе с Евгением Питуниным, историком-краеведом, руководителем Музея Вятского государственного университета. Добрый день, Евгений Альбертович. Здравствуйте. Может быть, на пару минут поделитесь историей-то все-таки с ретро-троллейбусом. А, ну да. Она получила известность в сети, но вот мы имеем сейчас возможность рассказать с учителем нашим. В прошлом выступлении говорили про троллейбусы, про юбилей и про бедственное состояние троллейбуса МТБ-82. Вот, и история получилась... Год сразу, напомните, когда он возил... Подобные троллейбусы у нас работали на улице города с 48-го и аж до 72-го года. То есть этот троллейбус в 61-м году был на наших улицах. Вот, я напомню, что он стоял на улице на территории троллейбусного депо, протекала крыша. По периметру он зеленый мох, вода на полу, на сидениях. И вот он погиб бы просто через год. Но хорошее известие. Руководство троллейбусного управления вчера созвало пресс-конференцию и обязалось отремонтировать оба раритетных троллейбуса. ЗИУ-5 и МТБ-82 к 9-му мая. Ох, 9-му мая следующего года, да? Да, то есть сейчас они будут, видимо, поставлены под крышу в депо. Я очень надеюсь, что слово будет сдержано. Они просто, особенно меня волнует МТБ-82, они просто будут разобраны под видом ремонта, а потом шумиха утихнет, и он там вечный останется, а потом будет списан на металлолом. В чем, конечно, задача максимума. В чем заключается там ремонт, что нужно сделать? Сварка, как раз, пошпатлев, даже не ремонтная, а больше реставрационная работа. По-моему, она поставлена в деревянный рам, и надо это все менять. Но сейчас есть и материалы соответствующие, но все это, конечно, стоит. Вот мы готовы, я говорю в эфире, что мы готовы озвать помощь. В фейсбуке создана группа, люди пишут и предлагают свою и финансовую, и другую практическую помощь. Мы готовы участвовать в ремонте этого троллейбуса, восстановлении. И задача максимума, хорошо бы услышали власти города, не держать его на территории парка, где его никто не видит, а поставить, хотя бы, это сделано в Минске, в других городах, поставить на пьедестал, ну, хотя бы перед входом в этот троллейбус. Предлагайте конкретное место. Там есть место, чтобы люди ходили и ездили, масса людей мимо приезжает каждый день, и была бы гордость города, все бы смотрели на исторические пометники. Соглашусь с вами, достойное очень предложение. Действительно, когда такой легендарный транспорт за забором, за воротами, медленно умирает. У нас-то мало осталось. В физическом смысле, да, и мало очень связей остается с историей, с очень славной историей. Тем более, главный инструктор этого троллейбуса, это наш вец-человек. Ну, тут, наверное, одна из ключевых задач, все-таки, сохранить внешность, вот ту его первозданную. Да, пусть даже он будет не ходячий, он стоит на пьедестале, но пусть он будет. Хорошо, итак, год 1961, мы, напоминаю, постепенно в программе «Сделаны вятки», идем буквально по годам, начали еще с послевоенного времени. Все наши программы доступны на сайте echo.kirov.ru, выкладываем их на YouTube, есть аудиоверсия, есть видеоверсия, программы, знаю, востребованные. Мы продолжаем делать аудио, видео, летопись истории нашего города. Да, да. 1961 год, год легендарный, безусловно, человек в космосе и так далее. Кстати, а на сайте была бы возможность выкладывать фотографии, я бы снабдил вас еще и фото. Давайте подумаем. По каждому году у меня есть. Ну, я думаю, что есть такая возможность. 1961, на сегодняшний год. Да, да, да. Ну что, поехали? Ну, итак, 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 готовимся, садимся в нашу виртуальную машину времени и поехали в 1961 год. Все, ощутили на улицах. Не очень. На улицах масса народу, на улицах ликующие люди. То есть события года, как ни крути, события мирового значения, это полет первого человека в космос. 12 апреля. Ликует и Москва, ликуют там даже самые отдаленные какие-то поселения. Люди поют, пляшут, играют там на гармошках, устраивают стихийные демонстрации. Несут мопеты, рапеты и портреты Гагарина. Не только в СССР это было, а практически и по всему миру. Вот такая вот эйфория прошла. Ну, вот события года, конечно. Ну, год, конечно, он был тоже противоречивый. И Хрущев, и Круза, мы вернемся, и Целинава, и гибель сельского хозяйства продолжалась. И в то же время вот такой прорыв. Американсы люто завидовали. И поэтому уже 5 мая, практически меньше чем через месяц, американский астронавт Аллен Шепард провел 15 минут на околоземной орбите. Ну, это так, понимаете, вот после полета Гагарина американцы в темпе выстрелили пару астронавтов до космоса, поднялись и опустились, а на орбиту с выходом Гагарина только через год, они в 62-м сумели запустить астронавты. Вот, отстали. Ну, вот так вот все начиналось. Мы первые в космосе. Да, да, да. Уже это неизвестно. События года. Ну, что еще было в мире? Ну, известный, конечно, Джон Эннеди был торжественно провозглашен 35-м президентом США. Самый молодой президент, наверное, самый харизматичный был в истории страны. Ну, конечно, вот и такое событие нельзя обойти, что танец «Твист» обрел невиданную популярность еще только в США. Да, благодаря одноименной песне Чап Чекера. Ну, наверное, у нас «Твист» попозже пришел, но небывалую популярность он получил после выхода. «Кавказ и пленец» Адам Аргунов демонстрировал «Твист» – это давление окурков и все это. Ну, опять же, были события на Кубе. Пытались... Контрреволюция пыталась взять реванш. Полторы тысячи эмигрантов, прошедших обучение в США, высадились на Кубе с целью свергнуть режим «Астра». Ну, при ожидании населения не поддержало вторжение, вот хотя и, в принципе, режим «Астра» к тому времени, не думаю, чтобы был там сильно популярен на Кубе. Но, тем не менее, контрреволюция не была поддержана, десант был сброшен в море и захвачен в плен, а после чего «Астра» публично заявил, что он «Раксист-линист» и поведет к Кубу коммунизму. А до этого он еще... Ну, видимо, да, хорошо поговорили. Это уже преддверие Карибского кризиса, да? Да, конечно, да. В этом же году такое событие было, что строители ГДР возвели Берлинскую стену, окружающую Западный Берлин барьером. Вот стена эта постоянно совершенствовалась, наверху была ключа проволока. Самострелы. Да, есть уникальные фотографии, когда граждане ГДР перебегали через условную границу, когда еще не было стены. И вот очень вчера попалась фотография 61-го года, очень эмоциональная, когда девушка из ГДР перебежала и упала на колени, а друг против друга, пограничник обеих стран, с автоматами, таким образом построили стену, то есть она с 61-го года стояла, во времена Горбачева не была разрушена, и Флойд не спел из своей знаменитой «Лоу» на руинах этой стены. Опять же, все с 61-го года. Ну, конечно, я не могу не упомянуть, что и «Битлз» впервые выступили на сцене Ливерпульского клуба «Аверн». 18-17 лет мне. Да, ну сколько ребятки. Сейчас 76, Лена, ну было бы 80, сколько, им было бы в 61-м году. Так получается, да. Еще в пятером, тем не менее. Еще битломания не началась, конечно, но ребята уже играли. Что у нас в СССР? Ну, пожалуй, самое значимое для народа событие – это денежная реформа. Когда 10 старых рублей обменивались на 1 новый рубль. Вроде бы было 1 одному, но государство не могло не обмануть. Все равно оповещены были люди буквально за несколько, если не дней, то чуть ли не часов. Во-вторых, вклады обменивались в определенных пропорциях. Условия были определенные. Да, это там, а остальное не менялось. И в принципе, и даже с учетом золотого эквивалента, все это свидетельство о сильной девальвации, вот я полагаю, что все-таки вот эта денежная реформа, она привела к определенному объединению населения и дальнейшим грустным событиям падения уровня жизни и вплоть до выступлений в Новочеркасске и других. Но это уже денежная реформа, и в следующий год. Википедия с признаками деноминации и девальвации одновременно. Ну, в 61-м году у Хрущева, кроме Розы и прочих заморочек, начался еще такой очередной приступ, видимо, антиклирикальный, и в стране резко усилилось какое-то антицерковное движение. Об этом даже признал собор православной церкви. Антирелигиозная кампания усилилась в СССР. В Москве, ну, не только в отношении христианства, например, в Москве были закрыты все синагоги. Ну, у нас, конечно, в Ирове тоже... То есть, в принципе, все конфессии попали, да, как-то? В опалку, например? Да, видимо. Позднее у нас, ну, мы вернемся уже к 62-му году, снесли Федоровскую церковь, но именно в 61-м году начались официально, документально подтвержденные гонения на резный ход в Рец. И если раньше, ну, ходили бабки, ну, какой-то милиционер там гонял, там, может, что-то было, то с 61-го уже партийные документы, они регламентировали, что запретить диалоги... Запретить собираться. Да, устраивать учения по гражданской обороне на поляне, отлавливать, наказывать дороги, закрывать под видом дорожного ремонта, наказывать виновных там чиновников, кто, в общем-то, попустительствовал. Это было 61-го года с усилением кампании. Ну, 22-й съезд ППСС состоялся. Съезды проходили раз в пять лет. На этом же съезде Хрущев, который укрепил позиции, он еще был в силе, он уже уверенно считал, что победил оппозицию, занимался на 22-м съезде новыми разоблачениями Сталина. Ну, и, видимо, на том же съезде объявил, что коммунизм будет построен к 80-му году. Ну, одно из многих обещаний... В том году он обещал... Ну, одно из многих в том году... Вот я про 60-й год говорил, что тоже было обещание, что будет там 7-часовой рабочий день и налоги с зарплаты брать не будут. Вот это осталось обещанием. А с такой помпой обещали этот коммунизм в 80-м году. Ну, видимо, хотели коммунизм, получили Олимпиаду взамен. Но в этом же году, в тихую ночь, тело Сталина было вынесено из мавзолея. Вот об этом есть и описание очевидцев. И все. Но, тем не менее, вот убрали... Там же две было надписи Ленин. Сталин. Убрали Сталин. А сняли всю панель. Точка была в культуре личности? Да, за ночь переставили. Эта панель, где-то она лежит в Москве или в Подмосковье, в каких-то мастерских, где вот следы от букв Сталин еще остались. Вот недавно ее нашли. Она лежит. Это напомнило мне, а не кто-то из более позднего, уже прежнего времени, да, прежний все того, что вот все мое, вся Москва моя, вся страна моя, мавзолей, не мой, а Голи, и Красная площадь. Идет, хочешь, забутыл, сделаю, твой будет. Бутылку поставил. Утром приходит на Красную площадь. Там написано Ленин. Забирай. Ленин остался. Ну, конечно, Ленин остался. На днях тут опять скандальчик был, что предложили заменить Ленина русской фигурой. Обмузали. Там, да, Зюганов топал ногами и сильно гневался по этому поводу. Опять же, плюс большой, что СССР выходит на первое место по строительству метров жилья на тысячу человек. Ну, в основном, хрущевки, конечно, начали строить. Хрущевки взяли за основу... Повсеместно, по всей стране, да? По всей Москве, конечно. По всей стране, но и у нас, в Ирове. Сейчас мы дойдем до нашего города. Это была эпоха хрущевок. Еще ирпичных, но уже... И в 60-е годы начинали панельные. В Москве строили панель. Вот это панельное домостроение. Пришло оно, в принципе, из Европы, где климат был более мягкий. И вот эти стены... Необработанные швы между панелями, плоские крыши и прочее. Это было, конечно, не для наших суровых зим. И причем все хрущевки в стране строились с условием, что срок их эксплуатации будет 25 лет. То есть, если они построены в 60-м, то в 85-м году их должны были убрать. Вот в Москве что-то сейчас с этой реновацией заглохли, а у нас, наверное... Нет, почему? Идет. Идет, идет. Вот начались носить, но у нас, я думаю, что не только... Сейчас говорится о том, что на другие регионы пойдут? Не только. И у нас на Чапаеву снесут. То и не верю. Ну, может быть, будем радоваться. Но там проблема в том, что они строились действительно, они физически, технологически на 25 лет только рассчитаны. Не знаю, что с ними будет в ближайшие годы. В ближайшие годы. Даже продаются там квартиры. И вот хотя, с другой стороны, вот сейчас, честно говоря, был я, ну, не буду называть район, но был я в домах. В общем, вы в новостройке где-то были. И вот я не думаю, что качество отдельных новостроек лучше, чем вот этих хрущевских помненных домов. Которым полвека уже. Далеко за полвека, да? По крайней мере, в Хрущевке ты слышишь соседей за стен, и сверху, и снизу, а в новостройке ты слышишь весь этаж. Ну, давайте, в Ирове. Мое личное ощущение, что в Ирове еще и в 61-м году все были шапированы вот этой ужасной катастрофой по сдаче мяса, по выжиманию всех соков и сельскохозяйства, по убиванию животноводства. Это история 69-го года. 60-го года, когда орденом наградили. И поэтому во властных коридорах была такая угрюмая депрессия. И, в принципе, да, жилье строилось, да, что-то, но все равно не было уже радостной эйфории, которая была в 58-м, 59-м году, когда начинался Октябрьский проспект. Хрущев, конечно, личность была противоречивая, но, тем не менее, вот в 61-м году был создан НИЛП, это институт лесной промышленности. И находился он? Да, находился он в ту пору на углу улицы Преображенской, то есть Энгелеса и Ленина, вот там напротив и был. А потом ему построили девятиэтажку на Ленина уже вот угол Горбачева, по-моему. Горбачева и Ленина. А, внизу вот? Да, вот за рождение, в 61-м году взлет. Ну, еще, да, это была эпоха, видимо, НИИ, в которых потом уже объектами Аниклотов стал персонаж такой. До революции был, видимо, Лежский регистратор, то есть самая нижняя ступень чиновников, а в СССР был младший научный сотрудник. Да, да. Вот пример такого лузера, неудачник, в вечном МНС, и поэтому в 60-е годы это была эпоха зарождения и становления массовых НИИ. Вот, я напомню, что в 58-м году сюда же переехал институт Пушниной, который стал позднее называться институт звероводства охотхозяйства. Потом уже укрепился в 61-м году вот создался институт лесной промышленности. Ну, я был уже и в новом корпусе. Ой, а там народы, чем они занимались? Как-то они сошли на нет, и вот Ирафлес сейчас вспоминается совершенно по другой причине. Да, это уже другая история. Да, какими еще значимыми событиями отметились? В 61-м году появилось распоряжение из полкома горсовета об отводе площадок и подстроительства универмага на 300 рабочих мест и было выделено полгектара полгектара на северной стороне улицы Воровского при пересечении Соктябрский проспекта. Всем известный центральный ЦУМ. В 61-м году затеяли, кто бы мог подумать. В 61-м году я был маловато, конечно, но я жил уже там примерно через Соктябрский проспект и вот на месте ЦУМа были несколько районов сельхозакадемии, да? Да, было несколько деревянных бараков, было такое небольшое опытное поле сельхозинститута и было футбольное поле вот не было еще стадиона прогресса, было такое футбольное поле и ворота из жердей, где студенты пинали мяч играли в футбол. Вот на запад это ЦУМ. Ну, вот видите, насколько вот в СССР все тянулось. В 61-м году отвели землю, постановление. Вот сейчас бы землю отвели, моментально бы ну, это же деньги, это же все и объект сдать, и на нем зарабатывать, это же моментально бы начали строительство, а строить ЦУМ начали где-то уже ближе к 70-м годам. Сколько долго получается желание-то у нашего лица конечно, ЦУМ не был таким долгостроем, как вот цирк там и другие. Это уже 70-е годы, да? да, цирк. Так. Ну, в 61-м году в принципе был полностью реконструирован вокзал. Наш основной железнодорожный. До этого он был и пониже и имел несколько другую конфигурацию. В 61-м году вот его фактически он приобрел сегодняшний вид, кроме вот этого перехода до сих пор не знаю как он правил. Конкорз? Конкорз. Его все по-разному называют. Кто онтрофорс, кто конкорз. И опять же из воспоминаний когда после реконструкции вокзала были очень хорошие и уютные стекляшки. Вот начиналась эпоха стекляшек. Стекляшки это общепит. Это кафе, да. До этого я опять же про 60-й год напомню, были пивные под названием Голубой Дунай. То есть это павильоны из фанеры там, из досок крашеные в голубой цвет. Они имели иногда форму шатра вот круглой. А в 60-е годы стали приходить стеклянные кафе, которые называли стекляшкой. И на вокзале была очень хорошая стекляшка. В принципе что-то от нее сейчас осталось, правда она уже не стекляшка, но там даже был фонтанчик. И вот все было чисто уютно, люди приходили наявление, впервые в городе фонтанчик где-то в торговом заведении. А ресторан на территории вокзала? Ауми был и раньше, но ресторан конечно славился очень хорошей кухней вообще. Вот умерло сейчас понятие вокзальные рестораны, но тем не менее в 60-е годы люди специально ездили например не только пассажиры, это была по-моему самая минимальная категория. В 60-е ездили специально есть цыплят Табака например. Одно из самых популярных Московского Ирова. Там был какой-то повар знаменитый и даже не так от улицы Преображинской туда? Да, Московской коммуны там по ней по-моему ходил один автобус и добраться до второго Ирова было сложнее, кто на чем пешком и даже ездили еще старый аэропорт Турганины то есть там тоже был хороший ресторан в аэропорту где была отменная кухня ну вот естественно на этом поезде еще были перронные билеты чтобы выйти но по-моему в 61-м уже отменили там не просто на зал можно было зайти а на перрон было проблематично надо было покупать и ходили паровозы еще на Москву еще не было фирменного поезда но явление это вполне было обыденное что паровоз вагоны и видимо еще окна особенно летом любили душно было вагонах открывать вот это сажи и струбы летало но все равно это было романтично в точку назначения народ прибывал измазанный начали обустраиваться потом все это стало уходить ну конечно начали застраиваться хрущевки вот та знаменитая хрущевка напротив сейхоз института Тяпска 86 она была издана в 61-м году сколько строилась она когда начало это было положено строили наверное года 3 или 4 потому что есть даже вот недавно образовалась и на хроне тех времен когда этот дом еще строится когда не было еще не было Октябрьского проспекта была улица Октябрьская вот и не ходил троллейбус ходил автобус вот на кадрах хроне и у этого дома который строится девушки выбегают из автобуса ЗИС-155 еще автобус был вот и бегут сельхозинститут который был построен в 53-м году но тогда знаете строили тогда же не считались затратами в ту пору все дома которые еще достраивались которые считают сталинами их очень ограничили в их-то там архитектурных излишествах и например вот соседний дом где гастроном где октябрь 84 там удивительно что есть двери на улицу со двора а болтонов нету то есть надо было сдать и не сделали а хрущевки строили таким способом у нас же не было бетонного завода и не было бетонных перекрытий поэтому строили один этаж потом ставили бревна торчмяу делали опалубку из досок наваривали арматуру потом эту всю фигню заливали бетоном вот это было очень продаем конечно потом надо было эти бревна эти доски разломать отломить перенести на следующий этаж снова ставили бревна делали опалубку наваривали арматуру и строили второй этаж но тем не менее вот люди смотрели как вот этот Октябрьский проспект он уже в принципе был относительно цивилизованным со стороны Лепся и вот где-то там до своей средины а ниже вот уже хрущевки пошли уже дома вот можно видеть даже как они менялись вот а еще ниже это еще более поздняя хрущевка но тем не менее для людей было большое счастье вот действительно всплеск когда их расселяли из подвалов из каких-то безумных коммуналок и хоть и маленький совмещенный санузел там на кухне не было там горячей газа не было конечно не было горячей воды первые годы холодильная камера под оконником топили печью на кухне дровами топили печь вот чтобы нагреть воду тем не менее это было великое счастье и люди вот они действительно сейчас даже в элитных их-то микрорайонах вот там все за людей кто-то делает вот я был например в этом золотом береге там конечно клумбы там нанимают каких-то людей которые за этим следят а хрущевка же сами тогда вот я помню что в этом доме много жило людей легендарных и племян Ирова Верхотин и художница Инна Широкова и там масса других писатель Михаил Михайлович Решетников вот чуть ниже Лев Лубнин тоже писатель в общем много много очень жило селилось реабилитированных то есть люди которые отсидели по обвинениям политическим конечно же в сталинских лагерях вот ну амнистия 1953 года их не поснулось вот знаете вот все позже выходили уже в середине конце 50-х это вот хорошо показано уже в фильме вот возвращались холодное лето 1953 года возвращались не в 1953 позднее а квартиры им стали давать вот людей оправдали то есть доказали что они подсидели и были репрессированы ни за что квартиры они получали в 60-е годы в 61-м в частности вот в этом же доме который октябрьский 80-е годы жил репрессированный директор лесозавода в Вересниках которому приехала японская делегация его потом сделали японским шпионом репрессированные писатели все они получали квартиры ну вот тем не менее а участвовали конечно мужики выходили на субботник и они строили там какие-то клумбы заборчики штатники инна широкого расписала веранду там была типовая веранда вот не знаю для чего доминошников там не было для отдыха в общем она была не функциональная но там был такой по-моему лиса с колоком на носу и что-то такое насказочные мотивы вот этот задник был веранды то есть действительно после вот этих послевоенных бараков и подвалов в Хрущевке это было несмотря на сегодняшние скромные условия жизни по тем временам это было очень хорошо и наверное вот такой статус этих дворов сохранялся до середины 70-х когда еще были цветы клумбы когда вот летали бабочки там ну такой полугородской полу не было там сельский может быть уничижительный сельский но понятно начало было в 61-м году когда вот такие дворы обустраивались нам нужно прерваться на рекламную паузу сейчас я напоминаю что эта программа сделана в Вятке год 1961 о нем мы сегодня говорим Евгений Питонин историк краевет руководитель музея Вятского госуниверситета полторы минуты дождитесь мы продолжим мы продолжаем мы продолжаем нашу беседу Евгений Питонин историк краевет руководитель музея Вятского государственного университета 7 минут буквально на то чтобы пробежаться по году 1961 хочется поинтересоваться тем чем жили простые кировчане ну давайте в основных каких-то моментах опять же вот я говорил про троллейбусы троллейбус номер 3 в 61 году продлили от поселка Ушо то есть площади Лепса до Филей ну и не могу пройти мимо по Октябрьскому проспекту улица еще была улица эпохальнейшее событие не могу пройти мимо в местной газете появилась статья под названием бери Катай хоть в Сочи хоть в Кай это было про то что в Ирве был организован не падайте в обморок от легковых автомобилей Попеда стоила 1 час 3 рубля 90 эпе в суд и 31 рубль 50 эпе на месяц 480 рублей ну это видимо дореформенных то есть по новому было старыми новыми вот еще даже в фильмах 48 соответственно москвич стоил 360 29 и 470 за месяц и даже джип выдавался под названием ГАЗ-67 такой еще военный джип знаменитый 3 рубля 80 эпе сейчас 31 рубль суд и 470 рублей и кроме этого еще за каждый километр пробега взымалась плата выдача первых автомобилей желающим началась с 7 мая с 8 часов по адресу улица Ленина дом 63 желающих временно попользоваться ну представьте сколько было единицы были частных автомобилей а тут на халяву машины это госконтора какая-то да это иров автохозяйство считалось пришлось тут же сделать заяв и за 5 дней предварительные но с наступлением осени прокат плавно сошел на нет потому что выявились факты замены хороших деталей на изношенные меняли резину пербюраторы продавали и все прокатные машины по современной хронике да и кстати и в прессе местной тогда печатали списки вообще всех кто совершил аварии но не так много было и список и даже тех кто использовал автомобиль для рысных целей что водитель домоуправления зарабатывать что бы зарабатывать что бы благодаря он перевез мебель например на халяву подводителя пяточок поймали и в газете опубликовано ну вот если опять же пройтись по улицам то такие были милые вещи 61-го года еще не было зебр никаких на переходах а переходы обозначались такими большими диаметром сантиметров 15 алюминиевыми кнопками которые втыкались острием в асфальт и были вот такие полушали а переходы обозначались были на углах домов еще недавно на Ленина я видел лет 10 назад такая ржавая была стрела она была вот желтого цвета с красным обрамлением и написано было переход и вот эти стрелки на углах домов они показывали направление на переход это соответствовало тем ПДД которые да были действовали в том году в том время в Советском Союзе опять же конечно в 60-е уже развитие получилось стиляжные движения то есть были там и драповое пальто велюровые шляпы модное платье свитераус и юбки и только что вошедшие в моду туфли на шпильках вот и в общем-то я думаю не надо уточнять женские туфли на шпильках что касается культурных событий ну и конечно на условиях жизни вот оттепель время оттепеля опять же надо и об этом сказать что хотя мы видимо про Розу отдельно поговорим не уложимся все-таки приходили записи Элвиса Преслича Берри Лидла Ричарда там и прочее через студентов и музыка на ребрах была Америку перегоняли и Твист начали танцевать все-таки вот хотя и по телевизору по-прежнему работал один канал ну и опять же стали появляться интересные советские фильмы и хиты опять вот События года это Самогонщик и фильм который не устарел до сих пор но это короткометражка 18 минут всего лишь События гениальный фильм 61-го года это Человек-Амфибия все-таки был поэтому Советским хитом номер один 61-го года и я думаю что и в Ирове под него танцевали был первый Советский Энроу напомните пожалуйста Эй Марья ты слишком долго половал я тебя успел позабыть из фильма Человек-Амфибия ну и конечно мгновенно стали народными все стали исполнять их видимо и на домашних посетил их и на улице у плеты Никулина Маргунова и Вицына песня Самогонщиков из фильма Пес Барбус необычный пес каких-нибудь существенных затрат официальная эстрада это конечно была Овчинь Эва Румянцева и Макарова с песней Девчата то есть где-то там в барае и в палат становится светлей это где-то и Олег Олег Анофриев а сердце там стучит вот это я не помню что это Георг сходу не помню именно в репертуаре новогодний вальс вот было это вот уже пол сколько 60 без немногого лет назад 57 лет 61-57 лет все равно хорошее время было ярко харизматичное вот я думаю что если не все бы мы поняли вот дома конечно были повыше пройтись по центральным улицам вот эти огромные подвалы которые закорвали решет это и на Энгельсе и на Амуне ну я старое название улиц говорю и в то же время Новая Хрущев и вот такая была неоднозначная противоречивая но яркая жизнь главное было будущее все верили что в космос запустили через 5 лет ну полетим звездам все будет такое поэтому были и идея фильмы и фильмы про вот какое-то будущее ну конечно аунистическое будущее вот и народ жил в будущем народ жил эйфорией и социальное самочувствие людей было очень высоким ну социальное самочувствие да у тебя разные волны упадок подъем упадок подъем так что на каждый подъем ну повыше дать повыше чем сегодня да будет и своя яма уж извините да так уж история устроена увы Евгений Питунин историк краевед руководителем музея Вятского государственного университета завершается на этом очередная программа сделана в Вятке еще раз напомню весь архив программы на сайте кирова.ру заходите смотрите спасибо до встречи в 62-м году да через две недели до свидания